На очередном заседании Соликамской думы народные избранники принимали решение о досрочном прекращении полномочий ее председателя Дмитрия Дингиса, но прежде временно исполняющий обязанности зачитал поправку. От депутата по третьему избирательному округу, учитывая Александра Дмитриевича, прошу рассмотреть вопросы 19 и 20 в повестке заседания Думы в Европе 28.06.2021 в закрытом режиме для снижения регистрационного ущерба Думы без голов и органов местного округа. Но поправка не прошла. Большинством голосов было принято решение обсудить главный вопрос заседания в присутствии средств массовой информации. Но не в присутствии некоторых депутатов. Не захотели или не смогли участвовать в работе этой Думы традиционно поддерживаемые Соликамскбумпромом депутаты Яшенко, Бзаренко, Осокин, Ведерников. Но обо всем по порядку. Еще в конце апреля в Думу городского округа поступило обращение группы депутатов о недоверии председателю Думы Дмитрию Дингису. В итоге была создана временная комиссия из девяти народных избранников, работа которой заключалась в рассмотрении предложения и оснований для досрочного прекращения полномочий председателя. В этой комиссии были определены следующие основания для досрочного прекращения полномочий. Пункт 1. Части 5. Статья 24. Устава Соликамского городского округа. Неоднократное невыполнение обязанностей председателя Думы. Пункт 2. Части 5. Статья 24. Устава Соликамского городского округа. Нарушение регламента Думы Соликамского городского округа. Для обоснования комиссии были сделаны запросы в Думу Соликамского городского округа и администрацию Соликамского городского округа. В вину председателю были поставлены частые отсутствия на заседании Думы и комиссий, уклонение от дачи комментариев средствам массовой информации и выступлений на публичных мероприятиях, а также использование не по назначению служебного автомобиля. За председателя вступился его заместитель. В течение всего 2020 года регулярно и своевременно размещала Дума информацию о своей деятельности в сети интернет, на официальном сайте Думы и на стенде Думы в помещениях администрации Соликамского городского округа. Нашлись и другие аргументы. Например, отсутствие на заседаниях комиссии Думы у председателя подтверждены больничными листами. 26-30 апреля с подтвержденным больничным листом. 1-11 мая с подтвержденным больничным листом. 12-31 мая с подтвержденным больничным листом. 7-30 июня с подтвержденным больничным листом. Депутаты Дмитрия Кичигина и Андрей Шпилевой предложили помощь. Мы его освободим от этих обязанностей, которые его утруждают, мешают ему лечиться. И поэтому он будет нормально, спокойно лечиться. А вот это время ответственности, видимо, его так пригрузило, что он постоянно на больничество. Его вкуснее отлично. Все, и будете вы тогда... Вы же здоровый, нормальный человек. Своё мнение выразил и Максим Томилин. Надо было входить в состав комиссии. В итоге Дума большинством голосов работу временной комиссии утвердила. И депутаты приступили к процедуре тайного голосования. Избрали счетную комиссию, подготовили ящик для голосования. Потом, собственно, тайное голосование и подсчет голосов. 17. Число недействительных 1. Число бюльтей неустановой формы 0. Результаты в досрочном за 14 против 3. И вот непосредственные итоги. За 14 против 3. Счетная комиссия просит утвердить протокол заседания счетной комиссии номер 3. За утверждение протокола проголосовали единогласно. Таким образом, большинство присутствующих депутатов проголосовали за отставку председателя Думы. Однако, для принятия решения в целом не хватило трех голосов. Увидели все нюансы тайного голосования и поделились с вами Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания Соль-ТВ.